Всем привет! За консультацией к нам обращаются не только автомаляры. Многие хотят попробовать свои силы в окраске аэрозолями. И не обязательно автомобильных элементов, а, например, корпуса бытовой техники. Если просто взять баллончик с краской, то результат может не соответствовать ожиданиям. И при окраске аэрозолями необходимо соблюдать технологию. Ранее мы сделали обзор аэрозольных материалов и их возможностей. В этом видео подробно разберем процесс окраски и сосредоточимся на деталях. Подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы смотреть все наши выпуски. А мы начинаем! Прежде всего напомню основные правила применения аэрозолей для корректного и комфортного нанесения материала. Баллончик должен быть теплым, а материал в нем тщательно перемешанным. После того, как услышали стук шариков, перемешиваем 2-3 минуты. А также встряхиваем баллончик перед каждым слоем. Если окраска закончена, а материал остался, то необходимо очистить материальный канал. Для этого переворачиваем баллончик и нажимаем на кэп. Первым этапом подготовки должна быть тщательная мойка и очистка деталей от всех загрязнений. Прежде всего необходимо определить повреждения и составить план ремонта. Очень важно правильно подготовить поверхность. При поверхностных повреждениях, легких царапинах и потертостях можно обойтись легкой шлифовкой и мотированием. Шлифовку можно выполнить водостойкими абразивами с увлажнением или на сухую. Грубые абразивы в таком случае не нужны. Для удаления основных дефектов можно взять абразив P600, а закончить шлифовку абразивом P800-P1000. Труднозаступные места и неповрежденные покрытия мотируем серым абразивным войлоком. При глубоких повреждениях потребуется более серьезная шлифовка с удалением лакокрасочного покрытия, зачастую до основания. Для удаления краски абразив лучше взять погрубее, но увлекаться не стоит. Нужно помнить, что глубокая риска – это тоже дефект. Для удаления основного слоя покрытия можно использовать абразив P120. Закончить шлифовку нужно абразивом меньшей градации P240. На старой краске глубокую риску оставлять нельзя ни в коем случае. И закончить шлифование нужно абразивом P320 для нанесения грунта. Если есть повреждения самого элемента, например, трещины или отверстия, то их необходимо отремонтировать. После ремонта или при наличии неровностей на поверхности может потребоваться применение шпатлевки. Рассчитывать на грунты для их заполнения не стоит. Неповрежденное покрытие и труднодоступные участки достаточно замотать абразивным войлоком красного цвета. Все продукты коррозии и ржавчины должны быть обязательно удалены. При поверхностной коррозии можно обойтись ручной шлифовкой. При глубокой без инструмента уже не обойтись. Машинкой можно удалить и повреждения металла, что не получится при ручной обработке. После ремонта деталей, выравнивания поверхности и удаления дефектов лакокрасочного покрытия можно переходить к грунтованию. При наличии открытого пластика или металла необходимо применение первичных грунтов. Грунт по пластику является прозрачным, работает как клей и наносится на участки открытого пластика. Кислотный грунт обеспечивает химическую адгезию и особенно актуален на цветных металлах. Оптимален для применения, когда на детали нет краски. При нанесении первичных грунтов стоит помнить, что для обеспечения адгезии достаточно одного равномерного тонкого слоя. Толстый только навредит. Эпоксидный грунт идеально подходит при частичной расшлифовке до металла. Он защитит металл от коррозии и выступит изолятором для старой краски. Если деталь не имеет дефекта в поверхности, можно использовать тонкослойный грунт. Он отлично растекается, не оставляет грубого опыла и шагрения. Позволит окрасить деталь без шлифования через 20-30 минут. На ремонтных деталях, особенно с применением шпатлевки и при наличии незначительных повреждений, нужен толстослойный грунт. При нанесении трех слоев он даст хорошую толщину. Продолжение следует... Через 1-2 часа сушки можно отшлифовать и подровнять поверхность. Обезжирить и окрасить. При наличии небольших прошлифовок, отсутствии открытого грунта или пластика, или при применении эпоксидного грунта, наносить акриловый нет необходимости. Можно сразу окрасить. Процесс нанесения эмали – самый простой этап в процессе ремонта. При окраске достаточно нанести 2-3 равномерных слоя для получения однородного покрытия. Не нужно пытаться перекрыть грунт с одного слоя краски. Толстый слой может привести к подтеку, подрыву и длительной сушке. Между слоями необходимо сделать выдержку для выхода растворителя. При соблюдении несложных правил, обновить внешний вид, в том числе и автомобиля, под силу каждому. И ремонт с применением однокомпонентных аэрозольных материалов – это гораздо лучше и красивее, чем отсутствие ремонта в принципе. Не бойтесь пробовать, следуйте нашим рекомендациям, и все получится. Всем пока!